привет друзья надеюсь среди нас голодных нет потому что сегодня я хочу поделиться своим процессом рисования такого вот замечательного завтрака вот так что давайте приступим и сначала нам нужно выполнить построение в карандаше для этого есть тарелка который можно обвести чтобы получить круг когда-то студии нас учили что ничего идеального нет и всегда нужно рисовать всякие штуки линии круги и прочее от руки но для маркеров я думаю что мы уже сто раз пока будем рисовать цель нарушив всю идеальность этого круга поэтому чтобы экономить время я обычно пользуюсь такими лайфхаками вот я ввела тарелку я поставила не по центру так как вот здесь я вижу что она не по центру и себя сделала также вот и теперь нам нужно нарисовать бутерброды я предлагаю не рисовать здесь эту кружку она не очень влазит и мне кажется отвлекает внимание поэтому я бы сконцентрировалась на бутербродах и например на вилке вот давайте рисовать и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вот теперь я все еле вижу, значит все хорошо Теперь нужно подобрать цвета, которые мы видим, цветомаркеров, которые мы видим на этой иллюстрации Для этого у меня есть чистый лист, чистый лист бумаги И вот такая вот подложка, подложку я использую для того, чтобы не запачкать свой стол Не знаю, будет подложка из такой прозрачной клиненки Очень удобная Вот, и вот подбираем, давайте маркеры Мне вот хочется в первую очередь подобрать желтые цвета Они самые яркие И вот, допустим, Y43 Экшел Я их пробую все на вот этом отдельном белом листе Потом есть Y14 Butter Похоже они, конечно Вот, потом есть Y32 Это из новых маркеров Скетч-маркера Cyber Такой яркий, насыщенный, желтый Как раз тот, что нам здесь не нужен Вот, и думаю, для желтых Можно еще добавить вот манго Это мой любимый цвет, с которого я просто не могу жить Так, это похоже на законченный манго Где-то был у меня незаконченный манго Вот он Он такой немножко персик Светящийся такой Вот такие цвета у меня для желтков Дальше Для хлеба Тоже из новой коллекции Из новых маркеров Скетч-маркеров Из новых цветов Вот такой Mesh Room Гриб Мне очень нравится Он такой спокойный коричневый Для вот таких теней Темных участков Брунд Амбер Жженый Картинет не жженый Я же не знаю Дальше Захара Бейш Бейш Вот такой вот Светлый Нейтральный тоже Ну и для всяких вот сверху участков Наш колор Я потом их пишу думаю И для вот тарелки Она же у нас не белая Я подбрала Вот допустим P Вернее R 114 Такой Персиковый Чтобы вот эти вот участки Показать На которых Рефлексирует Эта тарелка Так А еще А еще У меня есть такой О72 Цвет Для того Чтобы показать Какая Вот эти вот Яркие участки хлеба Которые Поджаренная корочка Очень красивый Удачный цвет Дальше Здесь есть Авокадо Для авокадо Нужны зеленые цвета Вот есть Light Green G64 Для светлых участков Авокадо И Может быть Какой-нибудь Вот Игуана G20 Для темных участков Это зеленые Зеленые будут перемешиваться С желтыми В Вот этих вот участках Поэтому Зеленых тут Не особо много Наверное нужно Вот эти вот Попробуем двое Обойтись Вот Теперь Есть яркий цвет Который На фоне Мне показалось Что он похож На вот такой Попробуем Ярким Sky Цветом B73 И Чтобы его усмирить Я нашла еще Б194 Сюда Haze Булу Мне кажется Вот если их смешат Вот так вот То будет не такой яркий И приятный цвет Вот То есть Он будет поспокойнее Если их друг на друга не ложить Так И Вот у меня еще есть Синие Stone Ваш А этот не закончился Вот такой вот Его можно добавлять В темных участках И Теперь Нам нужны Оттенки серого Во-первых У нас вилка явно серая А во-вторых Ну Всякие тени падающие И Собственные Мне кажется Здесь больше Нужно Использовать Тонер Грей Вот Такие вот цвета Это Тонер Грей 6 У меня Они не все Подряд есть Но Очень похож На него На тонер Грей 4 Грей тинт Вот Я их использую Вдвоем Обычно Вот Потом Нужен Светлый Серый Серый Это Будет Какой-нибудь CG7 Или CG8 Тоже Потому что У меня Ну Тонер Крем не закончился Ну вот CG8 Например Просто Очень светлый Серый Чтобы Делать Какие-то Переходы Ну и У меня вот Есть еще Темный цвет Cool Grey Не знаю Пригодится ли Он нам Здесь Где-нибудь Может быть В падающих Тенях Как раз Вот здесь Я думаю Cool Grey 4 И Думаю Что А вот еще Silavander Мой любимый цвет Тоже Один из них Я думаю Пригодится В Присовании Тарелки Так Silavander И еще Конечно же Блендер Ну это Просто Мокрый Ой Вернее Мокрый Это Чернилон Вернее Это Бесочернирный Маркер Просто Спирт Вот Он делает Такие Красивые Разводы Мне очень Нравится Смешивать Помогает И Делать Такие Красивые Эффекты На Маркерах Ну ладно Это Мы посмотрим Все Вот Такой Набор Маркеров Для Того Чтобы Нарисовать Надеюсь Его нам хватит Если нет Я буду Добавлять Еще Какие Нибудь Цвета Из Моей Коробочки И буду Рассказывать Какие Но пока Что Попробуем Бойтись Вот таким Набором Маркеров Так Ну и Приступим Так Нужно положить Вот этот Листик А не этот Вот Я его Как раз Кладу На эту Подложку Чтобы Не запачкать Мне Мой Белый Лист Который Мне хочется Чтобы Он был Белым Вот Так Ну С чего Начнем С чего Начнем Я Поначала Наверное С Тарелки Мне хочется Начать Ну Вот На этом Листе Можно Как раз Пробовать Маркеры Ну Они у нас Всегда Будут Теперь На виду Ну И мы Можем Пробовать Там Очередной Маркер Который Мы взяли Если Забыли Что Это Цвет Вот Я Заливаю Тарелку Полностью Каким Нибудь Цветом Допустим Это Си Лавандер Чтобы Она Не Оказалась У нас Белой Ну Я Вижу Тут Синие Цвета Можно Будет Поверх Потом Еще Светло Синим Пройти Я Пока Вот Светло Сиреневым Пройдусь Вот Конечно Кажется Очень Странно Почему Тарелка Сиреневая Но Она Однозначно Не Белая Поэтому Когда Мы Добавим Другие Цвета Она Не Будет Казаться Сильно Сиреневый Такой Теперь Я Хочу Порисовать Думаю Яйца Хлеб Ну В общем Все Давайте С хлеба Начнем Сделаем Его Светащимся Это Цвет Манго На нем Прям Кажется Что Он Прям Светится Его Можно И В Желудки Добавить Желудки Сначала Кстати Вот Да Разработа Становится Смотреть Интереснее Когда Появляются Какие Яркие Цвета Вот Мы Рисуем Желудки Чтобы Было Веселее И Я бы В хлеб Подобавляла Все Потом Мы Хлеб Сделаем Более Нейтральным Но Изначально Мне Хочется Его Сделать Ярким Добавляем Зеленый Подсветляем В авокадную пасту Сначала Я Выполняю Вот Так Вот Заливку Всего Рисунка Так Здесь Авокадная Штука Она Больше Желтая То есть На этом Бутерброде Она Больше Зеленая На том Она Ближе К Желтому Я Делаю Пастой Нашла Вот Это Такой Шамшанский Цвет Очень Нежный Желтый Вот Здесь Так И Им Я Помечаю Эти Места Заливаю Пытаюсь Всю 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 Картинку Так Вот Этот Маркер У меня Закончивается Заканчивается 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 Маркер Но я вижу Что У меня есть у него Как раз чернила Заканчивается Я вынимаю Наконечник Из него Открываю Чернила Лучше это делать Не над работой Работу Уберем И наливаю И наливаю 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 Вставляю Обратно Наконечник И Немножко Заканчивается Вот Придор Салфеткой И теперь Он должен Радовать Своим Цветом Так Чернила Убираем Теперь Можно Придоложить Заличку Цветлых Цветлых Частей Авокадо Ну и Этот цвет Еще можно Где-нибудь Увидеть На тарелке На хлебе Просто Куда-нибудь Умешать Здесь Допустим Рефлекс От Желтка На белке Обязательно Будет Здесь В общем Куда-нибудь Можно Добавить Еще Так Теперь Все-таки Я здесь Вижу Голубой На тарелке И мне хочется Добавить Сейчас Я поищу Наверное Будем Здесь Как-нибудь Светлого Удовения Например Вот Есть Си Мист Си Мист Закончился Конечно Есть Экшел Вернее Так Эгг Мне кажется Вот это Подойдет Больше К фону Мне похоже Голубого Сверхого У меня нет Ладно Давайте Зальем Фон До свидания До свидания До свидания До свидания До свидания Оставшиеся части Тарелки Можно добавить Какой-нибудь Куда Цвет До свидания До свидания До свидания нужно показать вот здесь явно вижу что тарелка очень отличается под от чисто белого если взять мы оставим допустим вилку чисто белый то тарелка должна быть сильно не явно белый поэтому нужно добавлять цвета сюда дальше я бы добавила уже темные цвета а а а на шмаба карты не шутин вот он Сюда вот нужно добавить, я думаю, желтый еще, манго. Бумага спустя время впитывает цвет, поэтому даже тем же самым цветом, проходясь по, например, желтку, он становится более насыщенным, чем был до этого. В хлебе, я думаю, больше не надо нам добавлять ничего. Так, теперь нужно нам добавить контраста, хлеба добавить. Немножко порицуем хлеб. Я беру маршрум, гриб, беру гриб, рисую хлеб. Прохожусь сначала по темным участкам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова теперь 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 я буду еще более яркий цвет который называется для того чтобы показать такие яркие стекляпы сделать вот этим зажаренным теперь можно порисовать подающие тени на тарелке для этого у нас грей мне тоже я быстрого этим грейтинт Субтитры сделал DimaTorzok Можно еще порисовать этими же цветами вилку. Сначала грей тинт, особенно на ручке хорошо видно лист тени. Но темнее, конечно, чем грей тинт. Но сначала начнем отсюда. Сама вилка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Чем плотнее, тем ближе к тарелке. То есть она вот здесь вот близко и здесь близко. Размываем ее. С помощью кургрей. Это опять какой-то заканчивающийся маркер. Так, маркер я заправила очень хорошо. Он теперь у меня перезаправлен. Сейчас я покажу, как очень заливку можно выполнить таким образом. Какая она получается равномерная. Когда вот маркер сильно заправлен. Теперь давайте добавим контраста в темные области хлеба. Для этого был заводовлен брунт-умбер. Делаем здесь более контрастное. В тени. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далее. 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 Теперь я добавлю зеленую еще сюда. Продолжение следует... Теперь нужно сделать более объемные белки. Они у нас сейчас совершенно белые, но они здесь не белые. Можно добавлять туда тоже цвет лавандовый, который мы добавляли на тарелку. Продолжение следует... И добавлю еще яйца желтого цвета. Теперь я хочу сделать желтки более яркими. Для этого воспользуюсь этим цветом Cyber. Добавлю сюда вот... Яркости. Ну и смешаю его с манго. Получился более плавный переход. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь мне нужно добавить зеленого, потому что оно сейчас авокадо мое желтое. Больше, чем зеленое. Хочу сделать более контрастный юг. Для этого тонер Grey 6. И я ввожу все, что мне кажется должно быть темнее. Зубчики. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! До встречи! До встречи! До встречи! До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше мне хочется показать подвищу тени вот здесь. Я для этого возьму Full Grey. В общем, серенький. Так, и покажу, что здесь вот эта тарелка стоит на столе. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, можно еще раз обратить с ним, потому что видно, что нижняя часть темнее, чем верхняя. И вот еще раз мы можем ее затемнить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что еще можно сделать? Я бы еще проработала вилку. У вилки вот получились не перпендикулярные перифлексы. Хочу это сейчас исправить. Попробую исправить блендером. То есть сначала я размою. Сначала я размою, а потом нарисую все поверх. Сначала я размою. Сначала я размою, он должен будет высходить. козы мы с чем-нибудь другим например хлеба опять какой-нибудь светлый бежевый можно этим же бежевым показать сахара пейдж можно показать текстуру нашего авокадо пюре из авокадо такими вот движениями показываю что он все-таки у нас рыхлый чтобы больше зеленого было снова добавлю зеленый сюда на этот часто добавлю еще светлого зеленого я бы даже блендером высветывала какие-нибудь светлые участки здесь блендер здесь вот сделать прорисовать текстуру теперь мне еще хочется более яркие делать желтки желтого причем сейчас я уже добавляю их для объема добавляю тот край который дальше всего от освещения чтобы они получились круглыми так и мангом в общем каким-нибудь более светлым желтым я этот край растушую еще мне хотелось бы искать более яркого желтого поле яркого зеленого вот например крас красота я тоже добавила сюда похоже тоже перезаправленный да чтобы слине смотрелось более зеленый Во-первых, опять тень, хочется сделать темнее. Какой-нибудь клуб Рейдва, например, возьмем. Так, и сделаем клуб Рейдва, клуб Рейдва, переход по светлее, поплавнее переход. Вот так вот. И сверху можно еще раз синим пройтись, чтобы было совсем плавно. И еще вот мы видим, что на фоне тут есть такие текстуры, такая устала. И здорово было бы ее тоже показать. С помощью блендера хорошо заправленного можно сделать такие же разводы. Это прямо очень красиво. Добавить детали работе. Будет смотреть очень здорово. Дальше. Держит ручку, ручка вилка подсохла. И вернусь к ней. Вернусь к ней, чтобы закусить. Так, нужно их делать более прямыми. Более сверху, сверху, сверху. Закончил последний этап. Это у нас должен быть в рейтинге. Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok хочется еще темнее взять цвет для того чтобы показать давайте покажем 10 ну вот и предлагаю уже попробовать набросать попробовать написать кунжут так все можно думаю тарелку придумать с тарелкой хочется еще добавить синий цвет сюда потому что здесь темно-синий фон и он должен присутствовать на тарелке поэтому я вот нашла green shadow цвет у себя и он такой вроде как зеленый синий думаю что он попробовать надо его сюда добавить тарелку вот в эту часть вот 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 так теперь стрелка стала более однородный стоит добавить сюда тени собственно Здесь еще показать толщину хлеба можно было бы. Поджариваем яйцо, чтобы у него показалась корочка коричневая. Вот так. И теперь можно наметить уже кунжут. Я его сначала намечу светлым цветом, а потом поверху темным. Наверное, коричневый он все-таки ничего его грейтит цветом. Вот так. Ну вот, наметила кунжут в цвет зону. Теперь я хочу сделать его более контрастным с помощью граффит-маркера. Но буду я это делать не для всех, кто будет, но и для некоторых. И не получится лишь контраста. То есть некоторые оставлю так же граффитом, а некоторые введу. Более контрастным цветом. Более контрастным цветом. Продолжение следует... Подписывайтесь на наш канал. Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»! на завершающий этап вот у нас во первых тут бывает не только черный но и белый ну и просто расставить какие-то акценты показать блики белая ручка где-то восстановлю забытый белый цвет бумаги вот здесь например белую ручку можно либо сразу вот так вот пальцем размазывать чтобы она не была прям белый-белый либо потом поверх маркерами рисовать сверху потому что они слишком и 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 их потом подающими тенями, что тоже будет выглядеть интересно. Я обычно это делаю сюда два слоя, то есть сначала первый слой белого я закрашиваю почти полностью. Потом наношу вторую сверху. Здесь мне почему-то очень хочется поставить вот белый. Не белый, а вот персиковый, таким я его вижу. Мне кажется, он прям красиво смотрится на этой рюк и делает ее прям... И вот здесь тоже делает ее прям какой-то блестящей. Мелый, а приятно. Теперь я могу снова белым по белому, но уже более какие-то маленькие детали прорисовывать. Ну, вы будете использовать, естественно. Можно еще взять какой-нибудь более светлый цвет. Светляю чем-то в руках. Может даже персиковый. И наделать еще таких вот точечек, чтобы те же точки, которые у нас есть, они смотрелись не очень контрастно. Продолжение следует... ну вот думаю на этом можно остановиться это очень сложно всегда проблема как бы завершить работу потому что всегда хочется улучшать и улучшать бесконечности вот такая у нас получилась красивая иллюстрация завтрака вот рисуете с нами выкладываете свои результаты в инстаграм а я рада была с вами порисовать до встречи а а а а а а